Сегодня я нахожусь в потрясающей Сталинке Во-первых, восхитила она меня перепланировка, которую мы увидим Во-вторых, в принципе, антураж подчеркивает старину И, по-моему, это создает больше уюта, тепла и какой-то истории, которая очень важна В общем, идем скорее смотреть Макс, привет! Привет! Слушай, я так рада, что я оказалась у тебя в квартире Да, пока не По площади и высоте потолков Высота потолков 3,10, по-моему Площадь 53-54 метра, примерно так Небольшая Двушка Да, двушка Ты знаешь, я прямо номер один Ты король перепланировки И вообще вот этих всяких умных решений Потому что даже на кухне, я сразу хочу обратить внимание Две зоны для готовки И это крутая организация Я люблю готовить Прям много-много сам готовишь? Да И кухню планировал сам? Да, абсолютно Ну, то есть я пришел... Это кухня Икея И я пришел к ним уже, ну, по факту с готовой планировкой кухни Единственное, что девушка, которая консультировала, немножечко помогла, ну, что-то переделать Потому что она более опытная в этом Ну, а так, в принципе, да, то есть прям спланировал я ее сам Мне очень нравится идея вот этой колонны, которая разделяет два рабочих места А я тебе сейчас расскажу, почему возникла идея этой колонны Это дополнительная шумовая изоляция Потому что вот эта вот штука Это мусоропровод То есть во всех сталинках внутри кухонь были предусмотрены мусоропроводы Потому что это очень удобно, ты готовишь Ну, и выкинул, открыл окошечко и выкинул все туда Сейчас в современных реалиях, наверное, это не очень прикольно Потому что, ну, там и запахи, и всякие... Жильцы домашние Жильцы домашние, да, нам были не нужны, поэтому мы все заложили Дополнили это дополнительной звукоизоляцией Потому что когда жильцы сверху кидают, например, пивную бутылку, это очень громко А, ну, то есть он работает, да? Да, он, к сожалению, работающий И поэтому мы дополнительно, ну, еще и колонну зафигачили Чтобы, ну, уж стопудово ничего не слышно Ну, все равно слышно, на самом деле Так, ну, кухня у тебя икея Вообще все в квартире из икея, да? Вообще, да, у меня друзья приходят И у них любимая шутка, где все бирки сцены Потому что, ну, как бы, да Я, наверное, могу по пальцам прям показать все предметы не из икея Вот, вот Вот этот горшочек Вот этот советский чайник Да и все, наверное Так, скажи мне, пожалуйста, почему выбор пал на этот магазин? Просто есть, знаешь, разные мнения Что, типа, икея очень хорошо или очень дорого, или очень плохо Короче, нет равнодушных Ну, я не знаю Мне кажется, что, во-первых, это суперудобно То есть ты приехал в магазин и, ну, купил все И мне очень нравится прикол икея в том, что там все подходит друг к другу По стилю, да? Да, то есть у меня спрашивают, типа, как ты вот сделала так все в одном стиле? Ну, я говорю, ну, я просто пришел и купил все в икея Ну, потому что действительно оно все друг к другу подходит И чтобы ты там не хапанул, оно подойдет уже к тому, что у тебя есть Вот, поэтому, наверное, выбор вот именно в этом Во-первых, все подходит И, во-вторых, ты просто можешь приехать в один магазин и купить все Потому что идея таскаться по всей Москве и здесь купить это, здесь купить то Наверное, не очень прикольно Ну, опять же, сейчас, наверное, уже это не сильно актуально Потому что все в интернете То есть ты можешь все в интернете заказать Вот, ну, кстати, вот диван был не в икее куплен Потому что когда мы собирали квартиру У них пропали все диваны По какой-то причине непонятно Нам пришлось заказать диван другой компании Так, двигаемся дальше Для чего это рабочее место? Или что вы вдвоем готовите? Как это происходит? Ну, это рабочее место родилось, потому что место нужно было В основном готовлю я только здесь То есть здесь вот есть моя любимая общерпанная доска уже Которую я периодически покрываю вакуум Ну, не вакуум, а маслом Как положено, да, по инструкции? Ну, да, там у меня есть специальное масло в икее И я покрываю, потому что ее нужно за ней ухаживать периодически Вот, готовлю я, соответственно, здесь Потому что здесь плита и все, что мне нужно Там всякие прибамбасы Можно заглянуть? Да, вот Ой, какая красота То есть здесь все для готовки А по сути вот эта штука, она для каких-то вещей, которые я не использую для готовки То есть здесь уже вещи для сервировки, какие-то полотенца Всякие подкладки под еду Свечи В общем, всякие красивости Да, я поняла Вот здесь, соответственно, всякие приборы В чем-то вот эта штука не надо Вот Так, а что вот это такое? Вот это вот О, это прикольная штука Это ночник То есть он включается при темноте То есть когда уже солнце садится Он включается И ты можешь заходить на кухню, например, за стаканом воды Или бокалом вина Не включая основной свет То есть это как бы суперудобно для меня Так, пойдем еще туда сходим Я вижу, что вроде бы дом с газом А газа-то нет Спрятали трубы в стены? Нет, нам повезло Труба находится вот здесь И она очень маленькая Да Соответственно, когда решили, что мы будем жить без газа Мы просто все это закрыли И я прикрыл это вытяжкой, которой на самом деле я не пользуюсь Много готовишь и не пользуешься вытяжкой? Да, знаешь, без газа стало жить гораздо проще Потому что меньше копоти Я ее иногда включаю, когда я что-то варю И когда очень конденсат большой Вот, чтобы она его высасывала воздух дальше Вот, а как вытяжку именно Чтобы она какие-то запахи вытягивала Я ее не использую Так, а насчет тогда конденсатора Мокрого места, вот этой влажной зоны Фартука нет, просто покраска, да? И как тебе? Слушай, вообще прикольно, потому что Эта серая краска, она на самом деле осталась от ванной Ага И когда она осталась, я подумал, почему бы ее не использовать сюда Она как раз для мокрых мест Ну, специальная краска, которая используется для мокрых зон Вот, поэтому мы ее поместили сюда И по этой причине отказался от фартука Она прекрасно себя ведет Протирать можно? Да, да, ее нужно протирать То есть она специально для этого создана Вот, она не стирается, ничего Поэтому мне очень нравится Поддержали вы дух времени, оставили окошечко? Да, да Ну, как я лучше тебе рассказывал У меня была такая идея Создать такой интерьер квартиры Чтобы казалось, что она старая Хотя, на самом деле, от старого здесь только каменные подоконники остались Вот А прежняя хозяйка нам ничего, к сожалению, не оставила со старины Поэтому я... Имеешь в виду, что все было настолько старое, что непригодное? Было старое То есть паркет был настолько старый, что он рассыпался Ну, на обои тоже отваливались Поэтому было принято решение все содрать Так, а тогда, получается, паркет невосстановленный, новый Как он себя ведет в мокрой зоне на кухне? Прекрасно Я измучил девушку, которая работает в паркетном магазине И она божилась мне, что этот паркет будет прекрасно себя вести Он себя прекрасно ведет У меня уже даже что-то падало на него Я что-то постоянно разливаю И он вот за полтора года ничего не произошло Так, ну, сегодня такой солнечный день И сразу вопрос про цветы Как они выживают? Наверное, не такой актуальный, как если бы я пришла позавчера Ну, да Во-первых, это, конечно, цветы со всей квартиры Они здесь сосредоточены только зимой Потому что часть стоит в спальне Часть, она живет здесь Но для того, чтобы они пережили зиму Ну, они тоже, видно, что стараются Но не очень у них получается У них есть лампочка, которая специально их подсвечена Ага, фиолетовая, да? Да И я купил недавно лампочку В основной свет Она может использоваться как основной свет Но она имеет спектр солнца И мне даже уже ребята, которые выращивают цветы Подтвердили, что она помогает То есть она, ну, как типа маленькое солнце И что это за лампочка такая? Это что-то вроде этого Только это какой-то новый Из Кореи Корейские ребята придумали И вот у него У этой лампочки Спектр Солнечный спектр Нам срочно нужно будет потом название подложить Да Обязательно Вот Я прям Ну, всем рекомендую Я, конечно, не заметил пока эффекта Но человек, который мне некоторые цветы предоставлял Он прям сам проверял И говорит, что цветы чувствуют себя лучше Под этой лампочкой Поэтому я недели две назад купил ее И очень надеюсь, что она им поможет выжать эту серую московскую хтони Так Скажи мне, пожалуйста Площадь кухни Планировка Это типовое решение? То есть ты здесь ничего не делал? Стены двигал? Нет Нет Как было, так и есть Стены нельзя двигать Здесь вот этот дом построен на балках То есть эти балки, они не позволяют менять структуру комнат Поэтому я только сделал здесь проход на кухню А здесь его заложил, чтобы там сделать побольше себе ванную комнату Давай приложим тут немножечко вот картинку Сейчас ванной комнаты, чтобы зрители досмотрели дотуда Потому что это очень крутое решение А пока вернемся в гостиную Скажи мне, пожалуйста, почему три стула одинаковых, а один отличается? Ну, у нас было много споров Я не хотел То есть эти стулья, они уже очень старые Они пережили с нами много квартир Но мне показалось, что этот стул не подходит сюда То есть я хотел Ну, какие-то разные, может быть, стулья Но точно не это кресло Но мне сказали, что Либо я, либо это кресло Поэтому это кресло здесь осталось Это, знаешь, как в фильме «Привидения» Они только переехали И она говорит «Дорогой, это кресло сюда не подходит» А он такой «Ну, дело в том, что оно подходит мне» «Ну, ладно, что-нибудь перекрашу под него» Вот, вот Здесь произошло то же самое Я понял, что Ладно, уж пускай лучше кресло Чем от меня уйдут И решил оставить это кресло Вот поэтому вот оно такое Торшер под него в итоге? Слушай, нет В принципе, я очень люблю Вот такие вот вещи У меня даже один друг из Петербурга приехал И говорит У тебя как на даче То есть все вот такое Очень уютно между прочим Да, ну мне тоже кажется Что добавляют уют И, ну, мне кажется Такая современная лампа Очень прикольно Подходит под старую квартиру Ну, мне тогда показалось Хочу показать кратко Твой балкон Сейчас не будем выходить Но двери в пол, да Сохранили единую высоту Это в прошлой хозяйке осталось У меня есть идея Растеклить балкон Наверное, это будет летом И сделать другие двери Чтобы они были полностью стеклянные Чтобы был такой вид Тем более там очень красивый вид Там у нас очень зеленый двор Поскольку это Сталинка Несмотря на близость Ленинградского проспекта Очень зелено и тихо Вот Мне кажется, что было бы прикольно Иметь балкон с нормальным видом А не в пластик Ну, пластик Это тоже Излишки Двухтысячных Которым был сделать ремонт Ну, конечно Все экологично Лучше, да Хорошо, что мы до этого доходим Ну, и балкон, конечно Мы сделали Во время пандемии Потому что Не было нечем было заниматься Ну, в плане Обустроить балкон Потому что Ну, до этого Там просто Вывалялся строительный мусор После ремонта Поэтому я заказал в Икеа Столик Со стульями Заказал вот эту вот Штуку, которая кладется на пол Деревянные вот эти вот Да, да, да Штучки Вот И мы быстренько Пока сидели дома Все это Обустроили И очень часто здесь завтракали летом Пойдем поговорим про картинки на стенах Давай Они просто так привлекают внимание Сразу же И вот обычно я замечаю Что это первое Понятно, это санузел Номер один И второе Это фотки Ну, фотки Все очень странные Потому что Давным-давно Когда я был студентом Мы жили с приятелями в квартире И там были ужасные обои И мы эти обои на кухне закрывали Вот такими картинками Причем не просто картинками Это были какие-то странные Крипи просто Картинки Которые мы находили в разных журналах То есть, я не знаю Там есть девушка с торшером Или красивая картинка Как девушки яблоко вместе кушают Вот И в общем они с тобой переезжают, да? Да И эти картинки как-то все со мной Они иногда меняются Но в принципе они в основном неизменны Еще очень вписался сюда, конечно же Книжный шкаф И ты знаешь Вот шкаф плюс кресло рядом Такой винтажный флёр это даёт Ну Специально жизнь делаешь так Потому что вообще В принципе у меня вся жизнь в этом кресле Как ты видишь Я здесь и работаю В основном Вот И я вечерами читаю Я люблю читать бумажные книжки Поэтому шкаф находится здесь И он здесь Прям к месту Мне кажется Вообще на самом деле Здесь планировался еще один шкаф Такой же Потому что книг много И они все не влезают Но к сожалению Как раз Диван из Икея был Уже Ага И планировать Что он будет стоять Немножко дальше от стены И здесь будет еще один шкаф Чтобы можно было читать Еще и на диване Но Жизнь распорядилась по-иному И наверное Даже так поприкольнее получилось Мне кажется Антисимметрия Да Такая антисимметрия И ну С другой стороны Я смог эту картину повесить Потому что я бы ее не повесил Наверное Больше нигде Сейчас покажем Что вон там еще у нас спальня Но сначала мы пойдем Все же наконец-то в санузел Я когда зашла сначала Я вообще не поняла Что происходит Потому что места тут Просто невероятно много Смотрите Разделен Вот такой перегородкой Санузел Да Тут коридорчик И вот Ванная И унитаз отдельно Как же так получилось? Ну получается Что здесь был коридор Который вел на кухню Вот так вот шел коридор длинный Потом он загибался зигзагом И шел на кухню Да Вот Поэтому у меня возникла идея Что почему бы это все не закрыть Сделать это одним большим пространством Тем более я не очень люблю Раздельные санузлы И получился такой Полураздельный Полу Единый Санузел Потому что вот эту штуку нельзя убирать Это вентиляционная шахта Всего дома Ну и поэтому получилось Что вроде как туалет Он вместе Но при этом он отдельно Вот То есть Ну даже Когда мы тут вдвоем Можно это все вместе использовать Где нашли плитку на пол? Это вообще была очень смешная ситуация Потому что Когда мы заехали Оказалось что Вентиляция не работает И я пошел по соседям Чтобы выяснить Где там засор И когда я зашел К соседу наверху У него Вот прям ремонт Который был в 50-х годах При заезде Там же раньше делали ремонты В квартирах Оделка от застройщика Да Оделка от застройщика И там была Примерно такая плитка Я подумал Что это очень прикольно Соотносится с тем Ну как я хотел Вообще сделать этот дом Чтобы было похоже Что это старое все Да Ну и вот И поэтому Я носился потом По магазинам И искал Вот такую похожую плитку И ее тащили Какой-то из Италии По-моему Да Вот я и хотела сказать Что Пол не бюджетный Да Пол получился К сожалению Не бюджетный Ну за счет того Что здесь в принципе Небольшая площадь Ну Но выглядит достойно Ну выглядит классно И мне нравится Что Ну как мне нравится Строители Когда его делали Тут есть где-то Сколы на нем Вот Тут даже можно увидеть Мне кажется Это тоже придает Такой Налет старины Я сначала подумал Что Ну боже мой Зачем они так сделали А Оказалось Что в общем-то Это очень прикольно выглядит Когда вот такие потертости Везде Даже если обратить внимание Я специально просил их Стены делать неровные То есть У меня была идея Сделать Ну вот Такую идею Как будто Вот Ну советские времена Нам плохо сделали Вот И так оно и получилось В итоге Строители сделали плохо Потому что я их просил Так сделать Добрались до большого шкафа Наверное он технический Да Да Там Всякие разные Давай заглянем Лучше показывают Не показывают Да Очень интересно То есть Здесь Хранится грязное белье То есть Полотенца Вот это вот Все что нужно Постирать Все эти прибамбасы Для стирки В основном Лестница Без которой Никуда Три метра Конечно В таких потолках Ну и Всякие Коробки Электроинструменты В общем Все что может Понадобиться При Обслуживании Так а где пылесос И ядро Пылесос у меня Робот пылесос Он стоит на зарядке А штуки Для горки В основном У меня хранятся В нише Которая Сделана Была Для унитаза Можно заглянуть Да Ну здесь Ничего такого Особенного Все Тряпки Вот эти вот Все штуки Ну классно Там тоже Полочка Все это Вы придумали Сделали Да Это все Свои руками Даже можно Наметить Что это Просто Прикручивание А Сами прикрутили Да Ну отлично Так Идем дальше Да Это Шкаф Приходжет Это шкаф Для верхней Обуви Обуви У меня много Это еще даже Не вся обувь Удобно Да Так А где для верхней одежды Вот Собственно Широкий Для верхней одежды Тоже набит Одеждой Ой Подсветочка Я смотрю Интересненькая Конечно А откуда Она тоже Икеевская Да Причем она На батарейках Работает А ты Можешь Примерно Назвать Сумму Которую Ты в Икеа Потратил Нет То есть Процесс Да Это был Ремонт Это процесс Я просто Бывает такое Что приезжаю В Икею И набираю Там Тысячу пять Вроде Приехал За свечками Набрал Да По-другому Мне кажется Да Мне кажется Да Очень многие Пишут В интернете Что в Икеа Невозможно Приехать И Ну Я думаю Прилично Там Потратил А вот Это Что за Это Очень Интересная История Про Интернет Комьюнити Да Это называется Вот Я был Подписан На Прекрасного Человека В интернете В инстаграме У него Потрясающая Квартира Была И он Сам Вот эти Штуки Делал Руками Так Вот И мы Просто С ним Переписывались Периодически Что-то Там Про квартиру У него Спрашивал И Один раз В Икею Я поехал И купил Там Какие-то Супер Ограниченную Серию Чего-то Там Я уже Не помню Даже По-моему Доска была Разделочная Вот Смотри Как эти Ограниченные Серии Находят Это где-то Лежит Просто Мне кажется У меня Произошла Спонтанная Покупка Я это Хапанул А потом Когда выложил В инстаграме Он мне написал О, это же Какая-то Ограниченная Серия Я говорю Ну хочешь Забирай Мне она Не нужна Он В Челябинске Живет И я ему Отправил Срочно Должны люди Поставить лайк Я из Челябинска Мы не пропускаем Слово Челябинска Вот Он живет В Челябинске Я ему Отправил И он мне В ответ Прислал Вот этого Оленя Мы в последней Комнате Спальня Я все хочу Увидеть Где ты Сушишь вещи И гладишь вещи Ну вещи Я не глажу То есть у меня Есть Штука Вот Но Я по сути В принципе Не глажу вещи То есть У меня нет вещей Которые нужно гладить То есть Рубашки Они все Вот как ты видишь Такие Домашние В основном То есть Я в принципе Не ношу Рубашки Там на работу Ты всегда Из дома Работаешь Не в пандемии Сейчас Я и раньше Мог работать Из дома Ну да Сейчас я конечно же Как многие Люди В Москве Работают Из дома Вот Поэтому У меня нет Необходимости Что-то гладить Ну а сушу Я на обычной К сожалению Вешалке Потому что Сушильная машина Не влезла бы В этот шкаф Который Я показывал тебе До этого Так Очень мне нравится Как убрана кровать Прям Много подушек Эстетика Во главе Здесь Скажи куда Одеваются подушки Когда наступает ночь Ну а как ты думаешь Что кресло Стоит для чтения Нет Читаю в основном Я если я читаю В спальне Я читаю В кровати Для этого У меня сделаны Специальные светильники Которые мне светят Прямо на книжку Вот Поэтому Когда я разбираю постель Все это оказывается На кресле Ну и соответственно На самом деле Подушки Они больше сделаны Для кота То есть он любит Вот туда вот Между подушечек Так залезть И спать Ну или просто Развалиться Вот так на подушку Сюда лечь И спать То есть вот это все И шерстяной плед Тоже для кота Понятно Это все тоже Икея? Да Текстиль классный Нравится Еще обратила внимание На то что В той комнате Были фотографии На стенах А здесь в основном Искусство Прямо ни одной фотки Все картины Масло Да Почему так Это прямо Я люблю картины Абстрактные Это первая моя картина Ее подарил Мой знакомый Он художник Живет в Екатеринбурге Подарил мне На день рождения ее И когда я понял Что я хочу еще картин Я обратился к нему И он мне предоставил Вот эту картину Вот эти Эти картины То есть на самом деле В основном Все картины в доме Его Мне очень нравится Его творчество Эту картину Я купил на барахолке В Финляндии Например Тут даже что-то написано В 1984 год Класс А вот скажи мне Пожалуйста Я вижу Что шкафы Все идеально Вписаны в ниши Нет Нет? Сейчас Обрати внимание Идеально спрятано Понятно Идеально спрятано Да То есть Ну во-первых Мы здесь видим Что не хватает Одной двери Потому что Икеа почему-то У них нет Одной двери Вот этой узкой То есть Она должна Вот здесь висеть А здесь Мы сделали полки Потому что Шкаф Не вписался Ну Здесь ничего не сделать Как я уже говорил Стены Они Не двигаются Никак Поэтому Стену Мы Соответственно Не могли передвинуть Ну и поэтому Вот появилась эта ниша Зато вот ты спрашивала Да Где я Вот я храню здесь Тую штуку Ну Да Выглядит Некрасиво Но к сожалению Не получилось Да это даже Незаметно Это знаешь Я почему спрашиваю Потому что Для того чтобы Вписать Не стандартные шкафы Придется заплатить Во много раз Да И то что вы здесь Вот надстроили Это такой лайфхак Для тех у кого Та же проблема Да Всегда можно купить Либо в Икеа Либо в каком-нибудь Леруа Мерлен Полки Напилить их В нужном размере Прикрутить Это все И вот например Здесь всякие документы Ну прям хорошо Сайт Который вот сейчас Для тебя прям важен И ты думаешь Блин Вот Короче Ребята Если вы хотите Делать ремонт Умножайте сразу На два раза Стоимость Ремонта Пожалуйста Потому что Это Такой сюрприз Будет для вас Это да Спасибо Жизненно На этом все Пишите ниже Комментарии Задавайте вопросы Подписывайтесь На канал И не пропускайте Новые выпуски До скорых встреч Пока-пока